А вот еще одна страшная жизненная история этой войны, которая очень четко характеризует тот самый русский мир. Требовали деньги российские террористы, угрожали расстрелять украинского военного и давили психологически на его родственников. Россияне издеваются не только над пленными бойцами, но и над их родными. Едва не довели до нервного срыва жену Владимира Явенко, военнослужащего, который в первые минуты полномасштабного вторжения попал в плен и пробыл там два года. Уже позже женщина поняла, что при поисках мужчины допустила некоторые ошибки и предостерегает от них других жен. Детальнее об этом в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой. Знакомство с Владимиром у нас началось с экскурсии по его дому. Зараз я, кажется... Сейчас, как говорится, хочу немного улучшить все. Два года дорог ничего не доходило. То-то обвалилось, то там что-то еще. Строиться он начал до полномасштабного вторжения. Думал сделать большую кухню. Жена, наверное, мечтала. Ну да. А с 24 февраля замерло из строительства. И жизнь его семьи. Мужчина 17-го года, военнослужащий 92-й бригады, артиллерист, попал в плен в первые минуты полномасштабного вторжения. Фамилия, имя, отчество, Йоган, Игорь Васильевич. Видно, что побитый, видно, что читает. На это видео жена Ольга наткнулась в интернете через неделю, как ей сообщили, что муж пропал без вести. С тех пор начался двухлетний путь поисков и борьбы по освобождению из плена. Теперь они, наконец-то, вместе пытаются жить дальше и не вспоминать о пережитом в плену. Как говорится, хочется забыть. В феврале вернулся. Домой в марте мы обвенчались. Этому предшествовали сверхтяжелых два года ожидания. Тоже вот офис президента Украины. Министерство интернации темчасово окупованных территорий Украины. Десятки писем с ответами от координационного штаба, уполномоченных по обменам. Каждый день Ольга звонила и спрашивала о своем муже. Мне оказывали психологическую помощь. Потому что я всегда, когда звонила, я начинала плакать. Жила с телефоном в руках, искала жен, собратьев и публиковала посты в соцсетях. Надеялась ускорить момент обмена, однако на ее страничку в соцсетях наткнулись россияне и предложили купить разговор с мужем. Русский солдат, который начал с меня требовать деньги. Когда я ему сказала, докажите мне, что это мой муж, он мне прислал фотографии в бинтах. Вначале, скажем так, я поверила. А потом, когда уже дочка старшая, я ей показываю, она говорит, мамуль, ну это монтаж, это реально монтаж. Я говорю, желаю вам удачи. И он мне тогда сказал, что завтра мы тебе пришлем видео, где над ним издеваются чеченцы, его расстреливают на твоих глазах. Уже сейчас женщина говорит, поняла, что допустила ошибку. Ни в коем случае нельзя писать, что какая бригада, какая должность. Если вы уже разыскиваете, просто пишите фамилию, имя, отчество и не выставляйте фотографию в форме, чтобы не навредить им. Владимир верил, что жена ищет его, и вдруг появилась возможность отправить письмо. Привет, мои родные, Олечка, Настюшка, Надечка и Никитка. С уважением к вам, муж и отец. У меня все в порядке, жив-здоров. Надеюсь, в скором возвращении домой. Люблю, целую. Живой и здоровый. Самое главное, что мечтала услышать Ольга, до того дня, как получила долгожданное сообщение с координационного штаба. Они написали, что витаем Иванка Владимирова Васильевича звели на нас полу, но я не поверила. Я потеряла сознание. У меня были старшие дети дома. Они меня привели в чувство. Говорят, мам, ну правда обмен. Телефон я не упускала с рук. Я сидела вот так. И когда уже прозвенел вот этот вот незнакомый номер на 066, я тогда понимала, что это он. Я знала, что это он. Я взяла трубку, она говорит, что у меня в Украине. Это было 3 января 24-го года. Один из самых больших обменов с начала вторжения. Подбежала, обняла, расплакалась. Я привыкла, что он у меня такой. А это вот и руки свои чувствую, когда его обнимают. Все в слезах, конечно, были. Для их семьи эта история уже позади им. Но еще сотни семей до сих пор ждут своих. Ольга продолжает общаться с женами пленных, поддерживает и дает советы, как не навредить и не стать жертвой психологического давления врагам.